Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала РГВК Дагестан продолжает программу «Вдохновение». В гостях у нас сегодня Акай Муртазаева, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук в РИО, председателя Дагестанского научного центра Российской Академии Наук. Здравствуйте, Акай Курбанович! Здравствуйте! Я рада сегодня приветствовать вас у нас в студии, и от имени наших телезрителей я хочу вас поздравить с назначением на эту сложную, такую интересную должность. Спасибо большое! И вот такой вопрос. На днях мы отмечали День Российской Науки, и хотелось бы узнать, как обстоят дела сегодня у нас в Дагестане, в области науки. Мы на самом деле 8 февраля отмечали День Науки, поздравляли друг друга. У нас есть определенные традиции, которые сложились по поводу Дня Науки в Дагестане. Ну, если говорить о науке в Дагестане на сегодняшний день, я буду говорить только об академических институтах, которые раньше входили в состав Дагестанского научного центра, то есть классической академической науки. Значит, 9 институтов и Дагестанский научный центр, они существуют на сегодняшний день самостоятельно, функционируют отдельно, независимо друг от друга. Ну, конечно, они взаимодействуют друг с другом, но как юридические лица они существуют отдельно. Это с некоторых пор, да? Это с некоторых пор. Ну, раньше они все входили в единый, так сказать, организм. Это была единая система, значит, Дагестанский научный центр. А еще раньше, в советские времена, это был дагестанский филиал Академии наук СССР. Все институты на сегодняшний день работают самостоятельно по государственным заданиям, которые устанавливаются государством для каждого института. Как правило, институты продолжают работать по своим традиционным тематикам, которым они раньше занимались. И отличие от нынешнего периода, от предыдущего заключается в том, что вот нет единого центра, который в Дагестане управлял бы, скажем так, корденировал эту работу. Каждый институт, он взаимодействует со своим профильным отделением в Академии наук и со своим учредителем, которым сейчас является Федеральное агентство научных организаций. Как вы знаете, в 2013 году была реформирована Российская Академия наук. Институты, входящие ранее в Российскую Академию наук, они были из Академии наук переданы в новоорганизованное Федеральное агентство научных организаций. Сейчас Федеральное агентство научных организаций осуществляет управление всеми академическими институтами. Естественно, туда входят и наши институты. Академия наук выполняет в основном функции экспертного сообщества. Это, я думаю, полагаю, что гораздо осложнило работу, усложнило даже работу Академии наук. Потому что, как бы, я помню вашу речь, она есть в интернете, на научной конференции в Академии наук вы выступали, речь была очень хорошо принята научным сообществом. Вы выступали против этой информации. В общем, когда эта реформа, она затевалась, передача институтов из Академии наук в Федеральное агентство, уже тогда, конечно, вот эта реорганизация, она с научным сообществом не обсуждалась. Этот законопроект появился внезапно. И все академическое сообщество восприняло этот закон очень негативно и очень, так сказать, болезненно. То, что этот законопроект вызвал крайне негативную реакцию в научном сообществе, очевидно, и сказано об этом немало. Каковы же реальные последствия принятия этого законопроекта в таком виде для региональных научных центров и институтов? Поскольку я представляю здесь Дагестанский научный центр, я буду говорить на примерах института нашего научного центра. Инициаторы законопроекта абсолютно не учитывают, что Российская Академия наук в отделении РАН в региональной научной центре выполняют не только научные, но и целый ряд других общественно значимых подчас критически важных функций. Совершенно не берется во внимание, что Российская Академия наук является одним из государства, образующих стержней. Приведу несколько примеров. Как вы знаете, в Дагестане более 30 народов и народностей, которые говорят на более чем 100 языках и диалектах. Лаборатория под открытым небом. В Дагестанском научном центре есть институт языка, литературы и искусства, который занимается весьма успешно изучением этих языков, создаёт словари, пишет и рецензирует учебники, разрабатывает алфавиты для перспективных языков, занимается исследованием происхождения и развития языков, литературы, написанной на этих языках. Сотрудники института выступают в качестве экспертов и переводчиков в судах и других госучреждениях. Занимаются переводом книг и документов, выполняют множество других функций. Я бы мог об этом говорить очень много. Институт возник там не просто и не случайно. Это не чей-нибудь каприз. Работа института имеет важное общественно-культурное значение для региона. Здесь невозможно отделить вклад в науку от вклада в культуру. И при этом проблемами такого рода никто в регионе не занимается. Я не понимаю, если не будет таких институтов, кто будет этим заниматься. Могу то же самое сказать про все другие институты общественно-гуманитарного профиля. А институты естественного профиля, они занимаются не только наукой, но и выполняют целый ряд других чрезвычайно необходимых для региона функций, таких как образовательная, экспертная, просветительская, изучают ресурсную базу региона. Это они, институты, стоят на пути мракобесия и оболвания у них населения средствами массовой информации, когда все электронные и печатные издания непрерывно льют на население антинаучную билиберду, не позволяя у подрастающего поколения сформироваться в научной картине окружающего мира. После этого академические институты зажили под управлением Федерального агентства научных организаций, а работа в Федеральном агентстве организована по принципу обычного классического министерства или ведомства Российской Федерации. То есть есть жесткая вертикаль, есть указания, есть госзадания, будьте добры, это все надо выполнять. Но, конечно, я скажу, что в каком-то плане Федеральное агентство с какими-то вопросами справляется лучше, чем Академия наук, это в части управления имуществом и земельно-имущественным комплексом, а в части управления наукой, конечно, здесь есть большие проблемы. Академия наук в основном, так сказать, была нацелена на фундаментальные исследования, и институты, качество работы институтов, их цели и задачи Академия оценивала с точки зрения достижений науки. Здесь немножко акценты в Федеральном агентстве немножко другие. И, конечно, нас оценивают по целому ряду так называемых наукометрических, так сказать, показателям, но, тем не менее, то Академия, вот, на мой взгляд, все-таки лучше понимала суть науки, как наука живет, развивается, ее нужды и так далее. А в плане управления имуществом и выполнения, видимо, указаний правительства, хозяйственной деятельности, конечно, ФАНО справляется с этим лучше. Если мы будем говорить о возникновении вообще Российской Академии Наук, то вот мы говорим о балете, да, вот российский, русский балет, да, вот, говорим о театре, театральной школе. Но если говорить об академической школе, то есть у нас такая же древняя история, то есть не совсем древняя, но такая большая история. Да, в общем, с этим я согласен. Мало того, что история, она такая уходит в корнями глубины российской истории, все дело в том, что если внимательно проанализировать вот существующие российские государственные структуры, то окажется, что Академия Наук одна из самых древних, так сказать, вот, сохранившихся структур Российской Федерации. То есть, насколько я знаю, а я это думаю, что хорошо знаю, что Российская Академия Наук по возрасту, по своему, сказать, сейчас уступает только прокуратуре Российской Федерации. То есть, они, да, все-таки прокуратура, карающий орган был раньше, а творческий был, так сказать, позже. И скоро Российская Академия Наук будет 300 лет, и ни одного государственного органа с таким возрастом, с такими традициями, с таким кладом в развитии государства, истории государства в России больше не существует. Но, тем не менее, вот, Академия Наук сейчас, я должен признаться, переживает не самые лучшие времена. Ну, будем надеяться, что все как-то, само время выправит, и, ну, выйдем какой-то, наверное, дороги. Будем надеяться, да. Академия Наук, она все-таки существует. Большой Академией, ну, которую мы называли Большой Академией, вот, после, по ходу реформирования государственных академий были присоединены Академии Сельскохозяйственных Наук, Академии Медицинских Наук. Теперь это большая, как такая академия, большое академическое сообщество, которое, ну, живет своей отдельной жизнью, и практически она отдалена от жизни научных институтов. То есть Академия – это отдельная структура, а научный институт – теперь это, так сказать, нечто другое. Но это не совсем правильно. Может быть, даже и совсем неправильно. С точки зрения государства, это, похоже, они считают, что это правильно, а вот с точки зрения целесообразности и логики развития самой науки, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, хорошо. Вот я знаю, что были выборы председателя Тагестанского научного центра еще в 2009 году. И тогда, по всей видимости, вы были бы избраны, но дали самоотвод. Почему? Если можно ответить, если нет, то мы пойдем дальше. Ну, это была история, я здесь скрывать особо ничего не собираюсь. Руководство Академии наук в тот момент, учитывая ситуацию, которая сложилась к тому времени в Дагестанском научном центре, в его институтах, и там были внутренние конфликты многочисленные, и руководство республики считало, что Академию, Дагестанский научный центр в тот момент должен возглавить человек, который со стороны. Но, тем не менее, это был наш земляк, он это возглавил, Хазри Амирханович. Меня, так сказать, очень убедительно руководство Академии наук попросило снять свою кондитутуру. Ну, что я и сделаю. Не жалеете об этом? Нет, нисколько не жалею, потому что за это время я занимался наукой, а для ученого все-таки занятие наукой – это самое главное. Превыше всего, да. Ну, фундаментальную науку просто так не приходит. Какие были вот задатки того, что Вы пришли к этой науке, все-таки физика? Да, физика… физику надо, так сказать, любить, потому что, если этого, видимо, внутри нет, потому что просто так взять, выучить физику невозможно. Видимо, должно быть какая-то склонность, видимо, должно быть, так сказать, желание должно быть. Много чего можно выучить. Можно, допустим, выучить историю, какое-то литературное произведение, прочитать, так сказать, понять, осмыслить. А вот физику в этом плане невозможно. Это должно быть целый ряд, видимо, так сказать, сочетаний, потому что, ну, хорошо, что-то сможешь выучить или вызубрить в физике. А вот если не понимаешь, все равно далеко на этом не уйдешь. Поэтому физика в этом плане – это нечто немножко другая субстанция. И что для меня очень интересно и удивительно, то, что в Дагестане единственный регион на юге России, это единственный регион, где есть, так сказать, академический институт физики. Значит, ни в одном другом регионе академического института физики не существует. Причем этот институт физики, он самый большой из всех институтов академических на юге России. И в Дагестане, видимо, у людей или вот тех руководителей, которые в свое время организовывали этот институт, так сказать, был еще в советское время, предрасположенность, понимание того, что в Дагестане физику можно изучать и развивать. И, ну, может быть, и на меня тоже какое-то влияние оказала вот сама физика сама по себе. Вот наука очень интересная и прогрессивная, и поэтому у меня здесь, когда я уже школу заканчивал, я знал, что, так сказать, я буду заниматься только физикой. Ну, это действительно интересная наука, в какой-то степени даже мировоззренческая, я сказала бы. Хотя вот научная картина Вселенной, она как бы не у всех. Да, я с этим согласен, потому что физика формирует основы научного мировоззрения. То есть, допустим, сейчас в школах убрали астрономию. Я, когда говорю о физике, астрономию, физику не отделяю, потому что это практически одна наука, это две стороны одной медали. Значит, астрономии практически нет. Часы на физику, так сказать, сильно уменьшили. И вот современные молодые люди, они, так сказать, у них практически нет основы научного мировоззрения. Что бы мы ни говорили, как бы там мы ни говорили и про гуманитарное развитие, про религиозные, так сказать, взгляды, еще что-то. Но как устроен окружающий мир, человек должен знать. И при этом, если ты не знаешь, допустим, основы физики и плохо себе представляешь современные технологии, вот они, так сказать, существуют, и причем в таком очень интенсивно развиваются, вот понимание всего этого дает физика. Значит, как устроен окружающий мир, как устроена Земля, как устроена Солнечная система, как развивается Вселенная. Вот это все, ну... И какое место, в конце концов, человек занимает в этой системе. Значит, понимание всего этого дает, конечно, физика, но, наверное, и другие естественные науки. При этом я нисколько не умаляю значение гуманитарных общественных наук. А вот формирование мировоззрения, конечно, дает, в первую очередь, физика. Ну, я понимаю, что в рамках одной программы это невозможно объяснить, но, тем не менее, у меня такая большая просьба. Вот какие-то базовые представления о Вселенной? Ой, это настолько обширная тема. Здесь можно, так сказать, отдельно целый цикл передач провести. Но вот современное представление о Вселенной, это для того, чтобы было понятно не специалистам, я буду, так сказать, очень упрощенно в форме. Могу только сказать, что современная физика, так сказать, видит, что Вселенная, так сказать, она родилась после Большого взрыва. Значит, это первоначальная некая, так сказать, материя, точка развития, отсчета, от которого пошло последующее развитие. Вот многочисленные экспериментальные исследования, которые проводят физики в области астрономии, в области, так сказать, ядерной физики, вот, залезая вглубь материи, они все показывают, что те представления, которые в физике есть, они правильны, потому что если физика что-то предсказывает, это примерно так оно и происходит. И вот исходя из этого, значит, после Большого взрыва Вселенной развивалась, ну, сейчас считается, что возраст Вселенной – это 13,8 миллиардов лет, ну, примерно. Значит, и что самое удивительное, вот, если Земля образовалась, возраст Земли считается 4,5 миллиарда лет, значит, это вот, чтобы мы могли соотносить, так сказать, вот эти параметры. Значит, за время развития Вселенной, вот мы видим колоссальные, так сказать, процессы, которые происходили. За это время сформировались атомы, за это время сформировались молекулы, за это время сформировались, значит, звезды, планетные системы, межпланетный газ и так далее, и так далее. И все это, вот то, что человек видит во Вселенной, вот по современным представлениям физики, это всего 4 части, 4% от всей материи, которая существует во Вселенной. То есть, ну, так я назову условно, светлая материя, это вот 4%. Значит, примерно 70% это темная энергия. И примерно 25% это темная материя. То, что не освещено светом, да? Да, то, что мы не видим, так сказать, но по закону физики следует, что вот около 70% Вселенной, она сосредоточена, значит, в виде темной энергии. Значит, и около 25% это примерно темная материя. И вот где-то 4-5% это вот то, что мы можем видеть, да. И то говорят, что мы видим историю звездного неба, не само звездное небо. Там же время проходит пока. Значит, вот наблюдения астрономические и физические, они показывают, что, так сказать, вот физика же, законы физики, они, так сказать, универсальны, и вот законы физики, они показывают, что, так сказать, вот Вселенная развивается, эволюционирует, многие процессы происходят. И последнее открытие, допустим, в Базон Хиггса, который был недавно открыт, и совсем недавно открыты, вот гравитационные волны, вот это все говорит о том, что, так сказать, люди правильно понимают, и физика современная правильно понимает процессы происходящей Вселенной. То есть, если физика, так сказать, утверждает, что это так, то этому надо верить. А вот вместо человека во Вселенной, как бы масштабно это ни звучало? Это очень сложный вопрос. Кто мы, откуда мы и куда мы? На этот вопрос, видимо, нет ответа ни в физике, ни в философии, ни в каких-то других учениях, так сказать. Но в учениях есть это все предположительно. Религиозных, да. Религиозных, да. Это все, так сказать, конечно, существует система разработанная, это очень хорошо, но, тем не менее, сказать однозначно очень сложно. Но наука считает, что, так сказать, человек это продукт эволюции. Эволюции самой природы. И раз наука говорит, то почти всегда то, что наука говорит, так сказать, это можно какими-то вещами, существуют доказательные базы. Конечно, там есть вопросы, так сказать, однозначности, неоднозначности, но тем не менее, так сказать, я склонен верить тому, что говорит наука. Вот. А что происходит в других системах? Вот. Ну, на Земле сложилась такая уникальная ситуация, так сказать, подобрались такие, чисто говоря, как физик скажу сейчас, физические параметры. Это соотношение там температуры, расстояние от Солнца, атмосфера сложилась. Благоприятное. Что, так сказать, благоприятное, что в том виде, в каком живая материя существует, ну, в том числе и человек, так сказать, они очень благоприятствуют той форме жизни, в которой мы живем. Вот такого рода подобные системы сейчас открыто довольно много во Вселенной. Их называют экзопланетами. Ну, вот такие солнечные системы, вот похожие на нашу солнечную систему, и примерно такие же условия существуют на целом ряде планетных систем. Ну, далеко, конечно, от Солнечной системы. И мы с ними не можем взаимодействовать. Да, мы с ними никак взаимодействовать не можем, но такие же параметры существуют в целом ряде, так называемых, экзопланет. Вот что там есть, есть там такая же жизнь или нет? Или мы уникальны во Вселенной, у науки на этот вопрос ответа пока нет. То есть, а вот такое увлечение наука, оно как бы не разочаровало в каких-то процессах? Я не знаю, в жизни. Нет, я чем больше, чем больше вот живу в науке, тем больше убеждаюсь, что мой выбор был правильный, потому что, если так посмотреть, так сказать, ну, если склонность есть... Для самореализации, наверное, лучше... Ну, по крайней мере, у меня, видимо, в этом плане что-то вот сложилось правильно. Я нисколько не разочаровался. Вот чем заниматься? Ну, политикой, ну, это просто немыслимо для меня. И я эту область не люблю. Склонность к бизнесу и коммерции у меня, к сожалению, нет. Ну, может быть, к счастью нет. Не к сожалению, а к счастью. Вот. Ну, какими-то другими вещами, так сказать, заниматься меня не тянет. Ну, в этом плане я считаю, что, так сказать, все было правильно. И разочарования никакого нет. Вопрос такой возникает. А к творческим людям, как Вы относитесь? Это что, вот, с точки зрения науки? Ну, творчество, конечно, я считаю, что наука тоже этот творческий процесс. Да. И это близкородственные явления, допустим, люди, которые занимаются творчеством в виде, так сказать, там, кто занимается искусством, кто занимается поэзией, кто занимается, там, музыкой и так далее. И наука тоже, естественно, это творческий процесс. Ну, творческий процесс, с моей точки зрения, это вот, когда человек не может предсказать результаты своей деятельности, что у него получится. Он что-то производит, чем-то занимается, а вот предсказать, что же в итоге будет, это очень сложно. Вот, насколько я понимаю, это и есть творчество. И в этом плане, конечно, наука, вот, каждый человек, который занимается наукой, хоть он примерно может себе представить, так сказать, но невозможно предсказать вот какое-нибудь открытие, он сделает или нет. И это очень редко бывает. Есть какие-то случаи, когда какое-то явление или эффект, так сказать, заранее предсказан, и вот человек целенаправленно его ищет, он может на него найти. Но, тем не менее, это путь к этой цели. И вообще сам процесс, так сказать, научный, я думаю, что это вот творческий процесс. И сам человек ведь меняется в процессе вот этого процесса? Ну, наука, вот, на мой взгляд, имеет свою внутреннюю логику развития. Вот, конечно, чего наши современные управленцы наукой и чиновники, они этого не очень понимают. Они считают, что вот надо задать какие-то параметры, и чтобы научные работники отчитались по этим параметрам, там, допустим, написали в течение года какое-то количество статей. Но такой подход, он оправдан, наверное, на производстве, когда можно задать там какое-то количество деталей подготовить или, так сказать, в сельском хозяйстве там засеять какую-то площадь и получить примерно какой-то урожай. Но в науке это невозможно. Но, тем не менее, сегодня превалирует именно такой подход. Такой рационалистический, да? Ну, рационалистический, он к науке абсолютно неприменим. Ученые, чему, возмущаются, сопротивляются этому процессу. Но, тем не менее, пока ничего не меняется. То есть, управленцы наукой сегодняшней России, они считают, что наукой можно задавать какие-то параметры, и они этим параметрам должны соответствовать и выдавать продукцию в виде там запланированного количества статей. Что, в принципе, противоречит, так сказать, духу научного творчества. И вот, наверное, все-таки естественного интеллекта. Это, наверное, искусственного интеллекта можно требовать вот такую запланированную, да, вот какую-то программу. А когда живой человек занимается наукой, это, наверное, все-таки есть какой-то фактор другой. Да. Вообще говоря, про интеллект, конечно, вопрос очень такой сложный. Здесь я всегда бываю очень осторожен. Но вот в плане предсказаний, которые как бы от нас ожидают, так сказать, это неправильный подход. Значит, вот что такое наука и вот как она вообще появлялась, так сказать. Вот люди, которые наукой занимались, это люди, которые, ну, в свое время, если вспоминать истоки, так сказать, это были люди свободные, достаточно обеспеченные, которые могли себе позволить заняться вот... Да, роскошь. Занятие наукой, это было роскошь. Это было уделием людей достаточно обеспеченных. Значит, и такой подход, так сказать, в науке, он практически в советские времена тоже существовал. В советские времена вот не было, допустим, вот такого подхода, вот как сейчас, чтобы вот к концу года обязательно вы, так сказать, дали такое-то количество, сделали открытые. Но это невозможно запланировать. Но, тем не менее, подход, он именно такой. И с этой точки зрения, конечно, ученых это сильно угнетает и теряется чувство творчества. Они вынуждены заниматься какое-то количество там публикаций, надо опубликовать. Это материал готов, не готов. Он успел ее до конца осмыслить, не успел, он его должен для отчета, так сказать, куда-то отправить, опубликовать, Это повсеместно происходит. Это повсеместно происходит и в науке это совершенно недопустимо, но, тем не менее, пока вот, как и в творчестве, невозможно запланировать, там, написать какую-то картину, так сказать, вот за какое-то время. У человека есть вдохновение, вот он работает, он может за сутки или за день сделать, так сказать, там, написать целое полотно. Если у него вдохновения нет, и у него там в поиске, в размышлениях, осмыслении, он его не напишет. Если даже напишет, то он его напишет плохо. Вот поэтому в науке свобода творчества, так сказать, и свобода вот самовыражения, свободный поиск, он должен быть. Здесь нельзя жесткие границы задавать и питаться вот, чтобы все время следовали, да, этому процессу. Это губит вот именно наиболее талантливых людей. А талантливые люди, им надо дать возможность, чтобы они спокойно могли этим делом заниматься. Это должен быть какой-то естественный процесс. Естественный процесс. Допустим, у него не будет года, не будет результата, два года, не будет результата. На третий год он может сделать сумасшедшее открытие. Типичный пример, далеко ходить не надо, вот наш математик Перельман. Он 20 лет, его выгоняли из всех институтов, там никуда не принимали. Так он и не взял премию. А он в итоге, так сказать, он отказался от этой премии, но тем не менее он сделал выдающийся результат, который там по-другому, может быть, и невозможно было получить. Вот тогда, раз вы коснулись такой категории, как вдохновение, вот как наука объясняет это явление? Ну, конечно, это сложно, это немножко другая субстанция, что такое вдохновение. У человека бывает, видимо, такие периоды. На самом деле, вдохновение, если внутренняя склонность человека есть к какой-то деятельности, и он все время думает об этом, он переживает об этом, он, так сказать, ищет в этом направлении какие-то пути. Да, он развивается в этом, но и рано или поздно он приходит к чему-то. Вот у кого-то это получается пораньше, у кого-то позже, но тем не менее он к чему-то приходит. Вот здесь типичный пример, я часто который привожу, это вот таблица Менделеева. Ведь если бы Менделеев не занимался химией и не увлекался, он бы эту таблицу, так сказать, не открыл. Никому в голову эта таблица не пришла. Вот человек, который занимался, допустим, там коммерцией, так сказать, ему в эту таблицу не могла присниться. То есть он должен быть подготовлен. Он должен, так сказать, к этому идти. А еще очень удачный пример в этом плане, я считаю, вот тот же самый Менделеев, потому что основное занятие по профессии Менделеев был чемоданных дел мастер. Вот это его, он занимался химией, так сказать, в свое удовольствие. Это было у него такое промежуточное занятие для удовольствия. А основной работой, так сказать, его кормила, так сказать, профессия была ремесло. И считался он очень неплохим, так сказать, мастером чемоданов. А химией, вот наукой он занимался в свое удовольствие. Его никто не подгонял, никто не заставлял, никто ему не ставил рамки в какие-то условия, чтобы он к какому-то сроку там что-то открыл или что-то подготовил. Это был чисто творческий процесс, и к нему это открытие пришло. Я знаю, что вы человек, читающий, причем не только специальную литературу вы читаете, но и осведомлены о новинках книжных. Что вы для себя нового открыли, чтобы могли рекомендовать нашим телезрителям? Ну, рекомендовать, не знаю, наши телезрители, нужны ли мои рекомендации, но в последнее время я много читаю это воспоминания многих, так сказать, ведущихся наших академиков. Это вот Капицы, значит, это сын Капицы, который написал книжку. Воспоминания академика Осипьяна, жизненный путь, академика Садовского, Изюмова, вот эти книги я недавно перечитывал. Если говорить про художественную литературу, последнее, что я читал, это было Маканин, это русский современный писатель, который недавно умер, его рассказы, они, так сказать, очень интересны. И довольно много читаю вот все, что пишут наши дагестанские историки. Вот все, что касается истории Дагестана, вот они то, что пишут, я вот стараюсь, по крайней мере, следовать и по возможности читаю вот то, что они пишут про историю Дагестана. Спасибо. Ну, тогда остается услышать Ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, нашим телезрителям я, так сказать, хочу пожелать, чтобы, несмотря ни на какие жизненные невзгоды, не теряли оптимизма и хорошее настроение, продолжали интересоваться искусством, наукой и творчеством. Что бы ни было, как бы ни было, в каких бы условиях мы ни жили, человек, он существо любопытное, и то, что ему любознательно, любознательно, и если есть тяга к искусству, науке и культуре, этому надо следовать. Результаты будут потом. Спасибо Вам за интересную беседу. Спасибо Вам. Ну, что ж, дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Я благодарю всех Вас за внимание. Еще раз Вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях был в Рио председатель Адагестанского научного центра Российской академии наук Акам Батазаев. Всего Вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин